Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 17 часов 46 минут, 16.06.2016. Да, давненько я по душам с вами не общался. Тем планирую охватить по возможности много. Начну, пожалуй, с темы, которая многим интересна, судя по письмам. Это о правильном питании. Небольшой экскурс проведем. А потом уже постараюсь затронуть эти темы другого характера. Что касается питания и вообще касается всего. Я, наверное, каждую свою беседу с вами буду начинать с того, что буду говорить следующее. Не смотрите на один вопрос под одним углом. Что это за манера такая мир наш делить на белое и черное? На черное и белое. Как невозможно понять, что у любого вопроса существует колоссальное количество направлений и решений, под каким углом, смотря на этот вопрос мы смотрим. Ну, вы же знаете, в интернете ходит пресловутый цилиндр. Если с одной стороны смотреть, то это будет круг, а с другой стороны квадрат, а с третьей, понятно, вообще другая фигура. Когда начинают люди, надо и так или так поступать, но не существует и так, и так для человека, для людей. Не существует. Мы-то чем и отличаемся от паразитов? Паразиты, они четко отыграют установленную программу. Все. У них право-влево небольшой зазор. А у нас амплитуда, мама, не горюй. Мы можем такой спектром разбивать. Ну, видно, темные нам навязали, что надо либо да, либо нет. Либо хорошо, либо плохо. А у радуги, как мы уже знаем, не семь цветов, а девять. Еще есть черный и белый. Да и вообще спектром огромный. Поэтому я настоятельно рекомендую, когда вот затрагивается один вопрос, какой-нибудь вопрос, на него существует 200 взглядов. То есть, может быть и так, может быть и так, может быть и так. Возьмем, к примеру, воду. Самый крепкий, скажем так, материал у нас. Ее невозможно не разрубить, не утопить, не растворить. Вот. То есть, назовем условно пока вода. Заморозили, снежинкой стало, нагрели, испарили. Вот, охладили, воду превратилось. Но все равно неуничтожимая. При этом все время остается вода. Поэтому на любой вопрос, который бы мы не смотрели бы, он имеет много граней правильного ответа. Поэтому вот такое предисловие-то подвожу к пище. Как говорится, что одному хорошо, то другому может быть вред. И наоборот. Вот. Невозможно четко сказать, вот, вы ешьте только траву и будете здоровы. Вы знаете, что для многих людей это в буквальном смысле может смерть быть. Нас просто поставили в такие условия, что мы вынуждены поглощать белковую пищу. Ну, конечно, я бы сказал бы, что с одной стороны не стоит заморачиваться, а с другой стороны питание нужно, скажем так, не для того, чтобы информацию принимать, а для того, чтобы легче дышалось. Потому что в истории колоссальное количество людей, которые известны своими трудами, открытиями, которые вели далеко не, скажем так, неправильный образ жизни в плане питания и в плане того же сигареты, табака. Я в крайности не кидаюсь. То есть мы сейчас затрагиваем мясо и, скажем так, другие продукты. Негатив специально не буду говорить, потому что есть люди, фантазия скудная, у них сразу это, начинаются вариации на тему, которые не нужны. Знаете, как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот есть, существует легенда, что Аноре де Бальзак это поглощал кофе ведрами и жрал на ночь это жирное мясо, жареное. Да, он ушел в мир иной довольно-таки рано, но это не мешало ему оставить колоссальное количество его произведений. И таких примеров много, поэтому мы будем есть траву и при этом будем подключаться к информационному полю. Да, возможно, кто-то за счет этого, наоборот, станет здоровее и лучше, это приветствуется, а кого-то это может убить. И подключение к информационному полю, оно не всегда напрямую зависит от образа жизни человека. Я вот, допустим, являюсь, наверное, типичным подтверждением того, что знание и питание это, как говорится, разные факторы. Все не от питания, а от воспитания. Вот, я вот, допустим, нашу картошку есть нельзя, но не могу. Вот, жареную картошку обожаю, хотя потом себе ужасно чувствую. Но первые минуты эйфории от поглощения жареной картошки, это, конечно, ни с чем не сравнимо, потому что наркотик, да, там и крахмал. Ну, картошка вредна во всех ее ипостасиях, вареная, жареная, потому что это посленовые. А посленовые, как известно, это белодона, что означает красивая женщина в переводе, итальянского или испанского. Поэтому, конечно, картошка это вред, потому что белодона посленовые, картошка посленовая, это по умолчанию яд. Ну, я как бы не хотел бы тоже в крайности кидаться, я знаю колоссальное количество примеров, как говорится, из нашего бытия, что, точнее, люди, которые вели неправильный образ жизни в плане питания, могли спокойно промандрувать и до 100 лет. А были люди, которые вели там абсолютно здоровую жизнь, но при этом забывали, что есть еще внешние факторы, там, тайфуны, цунами, землетрясения. Поэтому, я вам скажу так, все вредно и жить даже вредно. Я вам больше скажу, от жизни, как правило, умирают. Поэтому, четко сказать, что кому нужно чем питаться, это сложно. Если кому-то это подходит, это невозможно, как говорится, шапку на всех одеть. Ну, мы все разные. Да, существует легенда, что когда-то у нас, очередной раз, когда нашу ячейку захватывали, и захватчики поливали со своих гигантских машин кислотными, скажем так, назовем их словно дождями. Ну, сейчас нас поливают химтрейлами, а раньше поливали дождями, назовем их словно кислотными, что вся пища стала непригодная, травяная, там, фрукты, яблоки, там, и так далее. Что наши предки были вынуждены укрываться в пещерах и питаться грибами и мышами, да. Вот, поэтому мы перешли на мясо. Ну, возможно, это всего лишь легенда, хотя мы знаем, что сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Поэтому, да, мясо тоже вредно, но, как говорится, я же уже привел пример. Есть люди, которые живут, жуют всю жизнь мясо, спокойно за рубеж 100 лет переходят, а есть, как говорится, с рождения абсолютно здорового образа жизни, и все, на каком-то этапе в расцвете сил. Не хочу о негативном говорить, я не понимаю, как элементарные вещи люди не понимают, что, ну, невозможно это, нету такого критерия. Вот, хоть верь, круть, хоть круть, верь. Ну, могу, скорее всего, подсказать, наверное, какие-то продукты, которые, скажем так, сделают жизнь немного краше. Вот, один из важных моментов, это, конечно, оно неприятно, но желательно пополоскать рот содой, ну, периодически. Можно и каждый день там наколотили, пополоскали, пять минут походили, потом можете чем-то там запить, потому что послевкусие неприятно. Так как мы это больше, как это сказать, щелочные, а организм окисляется, поэтому как надо, знаете, как спиртом протирать, что за вопрос, конечно, изнутри. Ну, опять же, алкоголь, мы знаем, что для кого-то это смерть, для кого-то это спасение. Там, допустим, так называемые азиатские народы, для них молоко смерть, выпить и все, это клиническая смерть. Одни говорят, вот алкоголь там, это, ну, тема, конечно, обширная. Вот возьмем, к примеру, историю известного человека Валентина Дикуля, когда он упал в 15 лет с-под купола цирка, сломал позвоночник себе в трех местах, и ему врачи сказали, на всю жизнь он должен прибыль к постели быть. Но я хочу другой момент из его биографии вспомнить. Когда он понял, что он может встать на ноги, он попросил, чтобы ему принесли бутылку водки. Он ее выпил залпом и потом попытался только встать на ноги. Почему? Потому что с ума сходят не только от горя, иногда люди с ума сходят от счастья. И когда кричат, информационное поле, разрешите законнектиться, да вы что, да чтобы мы так все жили, так просто коннектиться к информационному полю. Знаете, сколько больницы переполнены людей, которые запросто законнектились случайным образом к информационному полю и не справились с тем. Не надо бутон цветка насильно раскрывать, не надо бежать впереди паровоза. Все само придет, все своим ходом, не надо заставлять себя там что-то развивать. Я ничего не медитировал, как говорится, ни наркоту не принимал, и как говорится, все само пришло. Не надо раскрывать опять же, я скажу, цветок, бутон, потому что он погибнет. Третий глаз там пишут, как открыть. Четвертое ухо. Ну, здрасте, мордасте, ну, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, как говорится. По мере поступления вопросов будут и ответы. Так, ну видите, я про пищу пытался сообщить. Что я хочу сообщить про полезную пищу? Ну, хлеб, который до ядерной войны, 200-летней давности был у нас, амарант. Хлеб, амарант. Очень полезный там, конечно, его сейчас, наверное, уже маленько подпортили. Вот, вот полезный хлеб, пожалуйста, питайтесь хлебом амарант для здоровья. Можно на одном хлебе и воде жить. Вот раньше и жили люди. Хлеб и вода, ну, просто он слишком полезный. Его было достаточно. Что еще хорошее? Полба. Ну, не знаю, где вы найдете полбу. Ее еще называют полбяная пшеница. Ну, вот каша. Вообще все каши полезны. Вот берем классику жанра, вы все прекрасно знаете. Что голову ломать? Вот эти, там, всякие овес, там, что там, это, геркулес, там, перловка. И вообще каши вообще все полезны. Ну, их можно мешать с сухофруктами, орехами. Вот орехи, это практически все. Ну, чтобы орехи с желудок же забивают. Это аккуратно и на терочку можно. Ну, самый, конечно, один из полезных, это кедровый орех. Особенно масло его, это вообще огонь. Мед. Используем огонь, чтобы проверять качество. Берем на ложку немножко меда, подносим заживалку. Если мед в ложке превращается в соты, значит мед настоящий. Ну, с медом тоже не переборщить. Это же дело таке. Я когда-то гречаны из гречки мед ел. Так, 30 назад, наверное. Очень вкусно. Вот, сухофрукты. Сухофрукты там вообще без ограничений, предположу. Это кишмыш, шепталу можно, курагу, урюк, кайсу. Вот. Виноград в чистом виде тоже великолепно. Виноград, он вообще, это единственный продукт, где в чистом виде содержится глюкоза. Глюкоза. Шиповник. Сухой шиповник рекомендую. Огромное количество витамина С. Ну, и как и виноград, так и шиповник, это обогащает наше сердце кислородом. Вишневый сок чистит нам кровь. Натуральный, чистый. То, что понятно, вы понимаете, что в супермаркетах вы не купите и близко даже вишневого сока. Это надо, как говорится, идти на базар, покупать вишню, давить ее и пить вишневый сок. Чистит все. Здесь я вам скажу, что, насколько я могу предположить, с фруктами переборщить невозможно. Лично я вот большой упор делаю, к примеру, на черный перец и красный. Так как у нас в нашей ячейке кровь у жителей ее сильно густеет, а это большая проблема, то есть густая кровь. Поглощение красного перца положительно влияет, опять же идет обогащение кислородом. Но те, конечно, люди, которые посадили себе желудок, там язва, гастрит, понятно, что уже не смогут развернуться. Ну, может, там по пипеточными дозами, возможно, можно поглощать. Вот эти же, опять же, так называемые азиатские народы. Они же вообще и проблем не знают, что такое гастрит, язва, потому что там едят всякие чили и кровь жидкая. И японцы вообще больше 100 лет, самый большой процент людей, которые больше 100 лет живет, японцы. Даже помните старый фильм «Ужасная легенда на Раяме», там, где показано, как японцы своих пожилых родителей в лес относили на съедение животных. Ну, традиции как бы дошли до наших дней, только японцы сейчас не отвозят своих родителей в лес. Все говорят, у острова маленькие, бедные японцы переполнены, негде не жить. А никто не говорит, что в Бразилии Япония выкупила огромные территории, просто огромнейшие, и там себе спокойно, как говорится, их облагораживают. То есть туда отвозят пожилых японцев, где они, как говорится, живут и 100 лет, и 120. То есть на гору, на съедение уже не относят, а в Бразилию доживать это дни, скажем так, отвозят, да, японцев. Что еще? Репа, редька. Вот черная редька, это опасно. Иногда бывают случаи, что люди, которые поедали черную редьку, просто сердце не выдерживало. Поэтому, ни-ни-ни. Икра, рыбы, да абсолютно любая. Не обязательно там классическую, чтобы мы привыкли. Красную, черную, уверяю вас. Даже речная обыкновенная рыба с икрой, поглощение икры, это уже ого-го. Можно и от мяса, наверное, отказаться, и от самой рыбы, да. Ну и травы, чай, Иван-чай, это ж вообще, там у нас вообще и липовый чай можно. Да ну, с травниками поговорить. Я не знаю, я вот честно вам скажу, я никогда не заморачивался с продуктами, по той простой причине, что в силу определенных, скажем так, Я питаюсь тем, что могу себе позволить, то, как говорится, сил хватает, вот, в плане финансов. Понятно, что были бы спички, был бы рай, как в том анекдоте. Сейчас кто-то спросит, что это за анекдот. Ну, расскажу, ну, когда попадает мужик в ад, видит эту гору табака, и там на ней черт сидит. Мужик говорит, можно чуть-чуть табака-то бери, а можно еще-то бери. Он довольный набрал, там, закрутил самокрутку, там, кузюнушку, да, говорит, черт, говорит, ну, а спички у тебя есть? Ха, мужик, были бы спички, был бы рай. Поэтому, уверяю, что невозможно на всех одеть одну и ту же шапку. Невозможно всем траву есть. Ну, возьмите этих горные народы, всю жизнь едят мясо и живут больше ста лет. И шо? Да, они в горах живут, это чистый воздух. Но не только из-за этого. Они, вот у них хорошо с этим вопрос, они очень много зелени используют, всевозможные. Вот зелени там разные, там, петрушка, окроп. Раз вот темные запретили недавно петрушку и сказали, что петрушка вредная для здоровья, значит, мы делаем с вами вывод. Раз темные говорят, что петрушка вредная, значит, она полезная. Я вот с этими ведами, кстати, не могу успокоиться. Я вот слушаю и уважаемых мной лекторов, и читаю письма уважаемых моих зрителей, когда они говорят, в ведах так написано. Сколько раз говорить, вот тоже буду в каждом ролике говорить. То, что написано в ведах, всего лишь 10% истины. Если там написано, если в ведах написано то-то, то-то, это не значит, что то-то, то-то за 200 лет не поменяли. Ну, как нельзя понять. Одни уже сказки, вы возьмите сказку какую-нибудь там, вот как приводили мне пример, мне понравилась эта беседа вчера с США. Девушка позвонила, землячка, рада, что харьковчанины положительные темы затрагивают. Людмила что говорит? Людмила зачитала мне текст одной сказки, мне понравился там, Золушка. Ну, их вообще много оригиналов, и вообще изначально, это хрустальное, это уже потом искажение было. Изначально в Золушке были меховые башмачки. И я сейчас вот не помню дословно текст, там получается, что приводится 40 розовых кустов, пока не подрастут, подметай дорожки тут. Но там еще был один момент, чего-то 9 еще. Вот я товарищу сегодня рассказывал, говорю, там же вообще она ей работы дала на год. А кто-то спросит, как так? Ну, во-первых, 9 на 40 это сколько у нас? 360, да? Ну, вы спросите, а при чем тут 9 и 40, ну, 360, да, там это. Так дело в том, что еще сравнительно недавно, вот когда у нас солнце было статичное, лампочка наша солнца. Есть же люди, которые думают, что солнце огромное. Потому что официальная наука и веды вместе согласны. Никто не понимает, что веды и официальная наука писалась одними людьми. Веды искажались? Ну, как нельзя понять? Я не понимаю. Ну, настолько же просто. Веды искажены. Ну, сколько мы будем от них танцевать, от тех искаженных вед? Ну, крупицы, да, остались, допустим. Ну, остались вообще самая малость, которая искажена. Вот. И в этой сказке, Золушка, как я говорил, там получается 40,9. Ну, откуда такие цифры? И вот Людмила задала вопрос, но я как бы не задумался над этим. Ответ, как бы, не замедлил ждать. Получается, у наших предков раньше было не 12 месяцев в году, а 9. И в каждом месяце было приблизительно плюс-минус 40 дней. Вот это и получается, что на самом деле мачеха дала ей работы на целый год. А она управилась за ночь. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok